Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Противостояние. Как бороться со снежной зимой? В мэрии прописали целую стратегию. Как не пропустить тревожные сигналы психики в День психического здоровья? Советы дает эксперт. Скрипка, виолончель, барабаны о подвигах на СВО и жизни мирного населения рассказали со сцены посредством рок-музыки. Зима близко, снег синоптики обещают уже к выходным. Конечно, он растает, а тем временем власти обсуждают, как противостоять снежной зиме. Мэрия Барнаула опубликовала стратегию борьбы со снежными заносами и гололедом в предстоящий зимний период. Возглавили комиссию по своевременной очистке города от снега и гололеда вице-мэр Андрей Курышин и руководитель комитета по дорожному хозяйству Валерий Ведяшкин. В стратегии прописаны места, куда будут вывозить снег с городских улиц. Собственные участки будут у нескольких предприятий краевой столицы «Автодорстроя», «Благоустройство и озеленение», «Барнаугорсвета», «Горэлектротранса». Всем остальным снег придется вывозить на территорию, расположенную в 600 метрах юго-западнее здание по адресу Тибетская, 22. Задачи в рамках стратегии прописали и для районных администраций, а также городского комитета ЖКХ. Им предстоит следить за посыпкой песком входных узлов пешеходных дорожек, тротуаров, расположенных на придомовых территориях при гололеде. Они также обязаны следить за своевременной очисткой крыш, уборкой прилегающих территорий. Рекомендации накануне сниженного сезона получили и другие организации и комитеты. Сегодня садоводческие маршруты работают последний день. Это связано с ухудшением погоды и окончанием сезона. Тем не менее, в выходные дачники все же смогут уехать за город на дежурных рейсах. Оставят дежурные выхода по 8 садоводческим маршрутам, таких как 23, 113К, 114, 118, 119, 124К, 125 и 151. 12 и 13 октября они будут работать дежурными рейсами. Расписание можно будет уточнить в диспетчерской службе МБУ «Центр Транс» по телефону 55-72-70. За время дачного сезона из Барнаула транспорт ходил по 14 маршрутам. В общей сложности людей развозили 23 автобуса. На их функционирование из бюджета города выделили 50 миллионов рублей. Публично оправдывал терроризм. Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали мужчину 95-го года рождения. Он разместил в соцсети материалы, которые оправдывали террористические действия. Установлено, что в марте 2023 года мужчина, находясь в городе Бийске Алтайского края, используя профиль социальной сети, совершил публичное оправдание нападения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на населенные пункты Брянской области путем размещения комментария в открытой группе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Одни воспринимают психлечебницу как чумной барак, другие видят в душевных расстройствах красоту и романтику. И очень многие старательно не замечают тревожных сигналов от собственной психики. Сегодня, в День психического здоровья, мы поговорили с заместителем главного врача Краевой психиатрической больницы имени Эрдмана Кристиной Картавых. Немалый процент людей есть, которые боятся обратиться именно к психиатру, не к психологу из-за стереотипов в духе. На меня наденут смирительную рубашку, меня закроют в психушке, в карцере с решетчатыми окнами. Никуда меня потом не возьмут на работу, потому что везде будут стоять соответствующие отметки. И так далее. Насколько живучи стереотипы и мифы о вашей профессии? Как они мешают в вашей работе? Пациенты обращаются за помощью к психиатру. Также есть процент того, что пациенты поступают в больницу психиатрическую на лечение. Но это не является показанием тому, что он не может работать, что он не может получить водительское удостоверение, справочку в ГИБДД и так далее. То есть какие-то ограничения. Пациенты, они приходят также к доктору-психиатру. То есть осуществляется прием пациента, осуществляется его диагностика и решение экспертных вопросов. Бояться этого точно не надо. Смирительных рубашек уже не существует. Такого вида фиксации и карательная психиатрия все-таки ушла у нас уже века. Если человек все же решился дойти до психиатра, с чего ему следует начать? Есть ли смысл посетить терапевта, пройти какие-то диагностические процедуры предварительно? Врачу-психиатру нет надобности в направлении от других специалистов. То есть пациент может самостоятельно обратиться, записаться на прием к врачу-психиатру, к участковому врачу-психиатру и в дальнейшем озвучить свои жалобы. А там уже на приеме доктор побеседовал с пациентом, назначает обследования, которые необходимы, и направляет, например, к узким специалистам, если есть необходимость. Но начинать надо всегда с самого доктора, то есть с обычного врача-психиатра. И в дальнейшем уже с учетом диагностики, беседы пациента, назначения терапии, там уже устанавливается диагноз, устанавливаются сроки лечения. И в дальнейшем пациент, пройдя курс терапии, выписывается от доктора, закрывается тот случай и продолжает заниматься обычной своей деятельностью. Ну а какие обследования соматического здоровья могут быть назначены? Мы вот все живем в Сибири, вдали от моря, у многих проблемы с щитовидкой. Мы знаем, что недостаточность щитовидной железы, недостаток гормонов щитовидной железы приводит к состояниям, которые похожи на депрессию, например, либо на какие-то другие невротические расстройства. То есть есть ли смысл, например, сдать кровь, чтобы посмотреть, возможно, барахлит какой-то орган и следует устранить какой-то дефицит? Ну если у человека имеется сопутствующее заболевание, и он знает, что у него есть патология эндокринной системы или гормональные какие-то сбои, конечно, он должен вначале прийти к терапевту, сдать анализы. Но для врача-психиатра все-таки актуальнее всего это беседа с самим пациентом. Беседы – это основа основ? Это основа. Это основной метод диагностики различных психических нарушений. Кристина Викторовна, а как быть людям из наших небольших сел, из наших муниципалитетов? Мы знаем, что наверняка не в каждой центральной районной больнице есть психиатр. У нас в этом случае существует выездная форма бригады. То есть в этом году у нас охвачено шесть районов. Это районы такие, как Павловский, Тогульский, Тальменский, Змейногорский, Слонешинский и Горевский район. Выезжает туда врач-психиатр, когда-то в составе еще и психолог, решает там на месте вопрос. То есть пациенты записываются в эту дату, на прием формируются. Запись для доктора доктор их принимает, осматривает, назначает лечение, выписывает медикаменты, назначает необходимые обследования. И вот таким образом мы осуществляем вот эту поддержку, пока там нет на месте основного доктора. В других районах обстановка получше. Там существует врач-психиатр, он ведет прием, или является совместителем какого-то района. То есть там уже есть доктор. В Республике Алтай вводят ограничения на расширение населенных пунктов. Так власти намерены бороться с бесконтрольными продажами участков и использованием их не по назначению. Кроме того, появится обязательная проверка земли перед продажей. Об этом заявили на встрече Совета муниципальных образований Республики с участием главы Андрея Турчака. Подробности далее. Земельный вопрос в Республике Алтай с каждым месяцем все более актуален. Оборот земель напрямую связан с поступлениями в региональный бюджет. От этих сумм будет зависеть исполнение новой команды правительства обязательств по народной программе. Поэтому сейчас от глав муниципалитетов ждут акты земельного контроля с выявленными нарушениями за 2023-2024 годы и вводят новые правила. Муниципалитетам поручено оперативно направить нам сведения о нарушениях оформления земли. Не секрет, что существует откровенное злоупотребление. Для борьбы с этим мы вводим ограничения на расширение населенных пунктов. Также земля перед продажей подлежит обязательной проверке. Это особенно актуально в свете случаев с огородами в Кушагаче. Ограничения не будут действовать в двух случаях. По поручению правительства и в случае льготного предоставления земли. В этой очереди 4707 республики. Это шесть категорий льготников. Самые массовые – молодые семьи. Их 1700 и 1500 многодетных семей. У нас ежегодно, скажу за город Горноалтайска, в последние годы мы не больше 10 участков выделяем, потому что в городе земли нет слова КГС совсем. Мы работаем над целым рядом земельных массивов в агломерации Большого Горноалтайска. Это и Горноалтайский, и Майминский районы. По расторжению вот этих инвестиционных соглашений. Как только у нас появляется земля, там есть возможности для строительства МКД, там есть возможности для строительства ИЖС. Целесообразно установить, что максимальный размер участка под огород должен быть меньше, чем минимальный под ИЖС. То есть эта мера, по сути, позволит нам предотвратить изменение вида разрешенного использования на индивидуальное жилищное строительство. Отдельного рассмотрения требует категория семей СВО, уверены участники Совета муниципальных образований, чтобы купленная до спецоперации земля не отменяла право семьи на получение льготного участка. Мы из-за этого не можем на очередь его поставить. Вот он обошел на СВО, у него участок уже был. А право у него есть еще раз его получить, чтобы участник на СВО. Кроме того, глава республики предложил расширить число льготных категорий для предоставления земли, включить в них узких специалистов в сфере здравоохранения, образования и сельского хозяйства, и таким образом сокращать дефицит кадров. Проработка всех предложений будет идти параллельно с земельной ревизией. От глав районов требуют личного участия. В правительстве ждут сведения о границах населенных пунктов в Усть-Канском, Усть-Коксинском, Турачакском и Чемальском районах. Земельное отношение – это личная зона ответственности каждого года. И не надо это спихивать на своих заместителей. Активная работа ведется и по выявлению незаконных средств размещения. Власти готовы пойти навстречу предпринимателям и в режиме одного окна легализовать бизнес. В ином случае объекты придется снести. Елена Кузовкина, Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Стихи и рок-музыка. Такое необычное сочетание услышали барнаульцы на спектакле «Стихи войны и мира». Баллада о своих. Основной посыл концерта – рассказать о подвигах солдатной СВО и жизни мирных жителей. Подробнее о создании рок-спектакля и как он прошел в Барнауле, расскажет Дмитрий Дроздов. Скрипка, виолончель, барабаны, бандонеоны, электрогитара и синтезатор. На этих инструментах московские музыканты воспроизвели легендарные композиции, такие группы, как «Короли Шут», «Кино» и «Земляне» в современной аранжировке. И все это сопровождалось стихотворениями алтайских писателей, солдат и мирных жителей. Это были тексты как об истории России, ее культуре, так и о триумфальных победах и тяжелых последствиях войны. Родилась потребность сделать в культурном пространстве некое концертное шоу, которое отражало бы существо происходящих событий с нашей стороной и каждым на самом деле из нас, с теми, кто участвует в войне против России и с теми, кто до сих пор делает вид, что ничего такого не происходит. Проект «Стихи войны и мира» — это не только баллада о борьбе и любви, которые объединили многие поколения. По задумке авторов, рок-спектакль призван напомнить, что мирное небо, каким бы привычным оно ни казалось, держится на штыках защитников Отечества. Концерты уже прошли в 15 городах России. После каждого спектакля долгие аплодисменты, слезы и гордость за солдат. Это является культурным памятником, творческим памятником, подвигом наших современников. Поэтому реакция может быть только одна. Это очень трогательная история, которая позволяет людям чувствовать, что вся их жизнь не напрасна. Ближайшие концерты, рок-спектакля, баллады о своих пройдут в Новокузнецке, Томске и Новосибирске. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Обменять монеты на бумажные деньги или положить средства от обмена на банковский счет смогут все жители страны, в том числе Алтайского края, в период с 7 по 20 октября. В стране стартовала очередная монетная неделя. Согласно данным Банка России, сейчас в обращении находится более 72 миллиардов монет. То есть на каждого гражданина страны приходится порядка полутора килограммов мелочи. Причем многие любят такие деньги собирать в копилке и хранить годами. Но если желание пропало, то до 20 октября в 16 банках края монеты можно обменять на бумажные деньги или положить средства на счет. Весной этого года участники акции в Алтайском крае обменяли и зачислили на свои счета порядка 3 миллионов рублей. Алгоритм обмена прост. Рекомендую предварительно разобрать монету по номиналам, чтобы вам потом сократить время при обмене. Как свое время, так и время работников этого банка. Потом определиться с банком, который в ближайший офис у вас находится. Каждый банк самостоятельно свои условия выставляет по монетной неделе. То есть эту информацию можно получить на сайте монетной недели РФ, либо непосредственно позвонить в интересующийся банк и они предоставят всю информацию, все детали проведения этой акции. Кстати, банки часто предлагают поощрить участников акции, меняют их деньги на памятные монеты или банкноты. В рамках акции обещают принять и чуть погнутые монеты, а вот мелочь с дырочками придется оставить себе. И еще немного информации сдать в банк можно любые монеты Банк России, которые находятся в обращении с 1997 года. И к новостям спорта. Юные с бесстрашным взглядом и с задачей на победу. Алтайские боксеры вышли на ринг, чтобы определить, кто из них достоин попасть в сборную региона и забрать золотую медаль турнира. Краевые соревнования юношей на призы алтайского ринга, как и обычно, собрали огромное количество перспективных спортсменов. О турнире и о том, что чувствуют ребята, выходя на ринг против своего друга, расскажет Дмитрий Дроздов. Брат-каплеуха или дружеский удар. Такое на краевом турнире на призы алтайского ринга происходит часто. На бой приходится выходить против своего друга. И в этом случае настрой исключительно на победу. В ринге мы враги, а за рингом мы друзья. На что сделал акценты? Ну, то, что нужно первым номером работать. Было много акцентированных ударов. Нужно было поменьше бить, больше серийной работы, сказал. На краевой турнире приехало почти 100 боксеров с разных уголков Алтайского края, а также Новосибирской области. И эти старты для 14-летних мальчишек важны. Есть возможность попасть в главную команду региона. И, конечно, показывает свой навык на сибирском уровне. Тем более, поединки у этих юношей весьма зрелищны. Молодежь такая, они как-то уже более, как бы, уже, как бы, как целенаправленно экономят силы, где-то уже рассчитывают свои силы. Юноши тоже к этому стремятся, но как-то у них более неоткрыто выкладываются, как бы, уже более это, как бы, это. Поэтому, как бы, по зрительности одинаково, что в старших смотреть, что в молодых смотреть. Даже в молодых бывает интереснее смотреть. Сегодня зрители увидели предварительные поединки. Уже завтра, 11 октября, пройдут полуфинальные встречи. А в субботу в 11 часов утра можно будет посмотреть финальные бои турнира. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А у меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните на телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». Мира и добра всем. До встречи. Продолжение следует...